Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы отправимся с вами в Прагу, в столицу Чехии. Мало что осталось в этом городе от былого когда-то православия. Лишь два века совершались здесь богослужения на церковно-славянском языке, который принесли сюда святые Кирилл и Мефодий. Эпоха та была знаменательна тем, что молодому чешскому государству Господь даровал умного правителя, святого князя Вячеслава. Чехи называют его Вацлавом. Об этом славном правителе и пойдет у нас сегодня речь. Родился святой Вячеслав в самом начале 10 века. Чехи уже приняли христианство, но и языческие обычаи были сильны. С самых пелен Вячеслава воспитывала его бабушка, благочестивая княгиня Людмила. Не так давно мы вам о ней рассказывали в нашей передаче. Научила она его и вере, и добрым обычаям, увещевая быть справедливым и милостивым к людям. Так что с малых лет Вячеславу досталась мудрая наставница. Это очень не нравилось его родной матери Драгомире, которая, приняв христианскую веру, затем опять вернулась к язычеству. Не раз пыталась она оторвать сына от бабушки, мол, не князем воспитывает она его, а монахом. Но Вячеслав был настолько привязан к святой Людмиле, что все попытки Драгомиры разлучить его с бабушкой не имели никакого успеха. Но вот наступил злосчастный день, когда умер отец святого Вячеслава. Так как сам он был еще мал, то на чешский трон взошла Драгомира и сразу же начала гонение на христиан. Святая Людмила была злодейски убита. Священники во главе с епископом изгнаны, церкви закрыты. Однако всякой беде приходит конец, когда Вячеслав, став совершеннолетним, взошел на престол, он вернул в страну изгнанных священников, открыл храмы и монастыри, а святые мощи мученицы Людмилы с честью положил в пражском храме святого Георгия Победоносца. Помнил он все уроки своей наставницы, вершил в справедливый суд, заботился о бедных и сирах, даже отъявленных злодеев не приговаривал к смертной казни, а увещевал оставить порочную жизнь и приносить пользу ближнему. Его добрые слова возымели большое действие. Преступников в Чехии осталось так мало, что многие тюрьмы были попросту закрыты, а потом и разрушены. Однако были у святого Вячеслава и враги. Некоторые вельможи никак не могли смириться с тем, что не дает оно им безнаказанно обирать простой народ. То-то были времена, сетывали они, вспоминая свою вольницу, когда правило Драгомира «В каждой деревне тебе и раздолье, и пишество, а теперь нельзя, сам князь живет как монах, и нас хочет загнать в такие же кельи». Решили они свергнуть ненавистного им правителя. Был у святого Вячеслава младший брат. Его-то и подговорили они убить законного князя и занять его престол. Но как это сделать, ведь у князя сильная дружина, она не даст его в обиду. Начали заговорщики высматривать каждый шаг святого Вячеслава и обнаружили, что рано поутру князь нередко ходит на утреннее богослужение без сильной охраны, а то и вовсе один. В Праге свой замысел они воплотить опасались. Народ, мол, разорвет нас на части. Поэтому младший брат пригласил князя к себе в отчину. Там, на следующий день, на пороге храма, и совершилось это гнусное убийство. «Брат мой, какое зло я сделал тебе!» воскликнул святой Вячеслав перед смертью. Но, не дождавшись ответа, и видя, что силы его покидают, князь тихо произнес «Господи, вруцы Твои предаю дух мой». Кровь, истекшую из его охран, три дня не могли смыть с порога церковного. А потом, потом она сама чудесным образом исчезла. Благоверные люди похоронили умершленного правителя рядом с храмом. Спустя три года они тайно перенесли его в Прагу. Когда открыли гроб, то обнаружили, что мощи святого Вячеслава нетленны. Раны зарубцевались все, кроме одной. Той самой, которую предательски нанес ему младший брат. Безвременно ушел из жизни святой Вячеслав, но не покинул свой народ. Много раз помогал он ему одолеть иноземных захватчиков. А главное, благодаря его молитвам, некоторые чехи и поныне хранят святое православие. А где православие, там и Господь, там и спасение. Всех вам благ, друзья. Да хранит вас Господь, мои хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok